В селе Рождественский Майдан В селе Рождественского Майдана Сегодня особая радость, милостью Божией, молитвами прихожан, вкладами и заботами наших попечителей, эта святыня вновь возрождена. Поэтому поздравляю всех вас с этим благословенным днем, пускай никогда молиться не искутевает в этом храме. Восстанавливать Божий дом старались все, кому дорога история своей малой родины. Сохранилось несколько икон, которые снова заняли свое место на стенах храма. Первым старостой новой общины стал Николай Михайлович Шабашов. Как это так получилось, что не старостой оказалось? Я тут оден из мужиков, вся живу. Доброе утроете, этот храм? Всю жизнь. Всю жизнь я здесь родился. Наш храм был очень запущенный. Пол весь сломали, деревянный был, что оставались какие-то осколки. Носили песок, носилками. Николай Михайлович Шабашов нам настилал этот фон. Он делал нам рамы в окошке. Кресты разные он тут нам делал в храме. А мы таскали кирпичи, которые побитые были все. В 2000 году наш храм открылся. На Петра и Павла облачили престол, в алтарь и начали служить. Восстанавливали два брата. Лусенин Владимир и Лусенин Александр. Наши предки родом из этого села. Дед у меня здесь и прадед здесь был, и прапрадед был здесь. Дед тоже занимался церковью, служил в церкви. Поэтому мы с братом, с Владимиром, решили, что дело для нас благое. Село нам не чужое. В 2013 году мы занялись восстановлением данного храма. Когда было необходимо провести субботник или что-то общими силами сделать, все приходили селяне, и общими силами мы это все дело выполняли. Глаза боятся, а руки делают. ПОЕТ Ладыка Георгий поблагодарил всех прихожан, которые за последние десятилетия отдали много сил и средств для восстановления храма. Теперь жители села вновь собираются в освященной Рождественской церкви, которая когда-то и дала название их родному месту. В Свято-Успенской Саровской пустыне продолжается строительство храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Церковь возводят на том месте, где она находилась до разрушения в 1951 году. Восстановительные работы начались чуть больше года назад, но движутся быстрыми темпами. На прошлой неделе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил кресты и купола строящегося храма. Сегодня опять с вами благословенный день, исторический день, когда Господь подобил нас участвовать в возрождении такой древней обители, как Свято-Успенская Царовская пустыне. В 1704 году на территории этого монастыря был освящен первый большой каменный храм. Так Господь судил, что в возрождении обители этот храм последний восстанавливался. Вот сегодня он обретает свою главу. Святые кресты и купола. Центральный купол вообще просто поражает размерами. Мы вчера видели видео, как их золотили. Мне это очень интересно, и то, что это происходит один раз в жизни такое, я думаю, что это запомнится надолго. Во-первых, красотища просто невозможная. Я не знаю, как можно быть против этого. Я очень рада, что у нас восстанавливается историческая справедливость. Мы будем жить в этой красоте. Ну и для верующих тоже радость, что будет еще один храм, посвященный живоносному источнику, который раньше здесь и был. Кресты и купола были сразу же установлены на кровлю храма. Это строительство станет еще одним шагом к возрождению исторического облика Саровской обители. Совсем скоро она станет такой, какой ее видели современники прославления батюшки Серафима в лике святых в начале 20 века. В Благовещенском соборе Дивеевского монастыря состоялось освящение предела в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Мозаичные композиции для него создавали мастера из Белоруссии. Каменные иконостасы с белого мрамора изготовили на Украине, а иконы для царских врат написали Дивеевские сестры. Своды и колонны храма вскоре также должна украсить мозаика. Сегодня очередной этап ознаменован освящением предела введения во храм Пресвятой Богородицы. Для нас тоже какая-то веха, праздник, конечно. Если так в цифрах, то храм где-то более 4000 метров предполагает покрытие мозаикой. Ну, вот тысяча метров, можно сказать, уже сделано. Ну и много что в работе еще. Сейчас ведутся работы в еще одном, Зачатевском пределе. Также уже готовы мозаичные фигуры святых, которые позднее будут размещены на колоннах и в горнем месте главного алтаря. Увидеть эту красоту во время освящения Введенского предела Благовещенского собора смогли преподаватели гуманитарных кафедр Нижегородских вузов, а также учителя истории православных гимназий и школ области. Они стали участниками круглого стола канонизации государственных деятелей в истории русской православной церкви, который был организован в Дивееве. Необходимость обсуждения этой темы возникла внутри самого научного сообщества. Эта тема, она родилась не сама к себе, мы ее обсудили между собой и поняли, что она интересует всех, поскольку вопрос не только касается религиозной жизни, он затрагивает и всю нашу цивилизацию российскую, поскольку те образы, которые стоят у истоков нашей государства, такие как Александр Невский, допустим, они оказывают воздействие на всю историю России, как имперскую, так и советскую, и постсоветскую. И подумать, почему, с одной стороны, церковь сразу же после его кончины обнаружила его как святого, и это сразу же прижилось в народе, и он любим, и огромное число икон разных изводов, и храмов по всей Руси, и за границей даже. Все Александра Невского знают, поэтому надо разобраться, почему эти люди, их судьба, их жизнь так хорошо легли на русский характер, на русскую ментальность, как сейчас говорят, и в то же время церковь, как такой совесть русского народа, она сразу же тоже на это отреагировала. Приглашенным гостем круглого стола стал российский ученый Александр Мясников, один из создателей материалов экспозиции исторического парка «Россия. Моя история». Он выступил с докладом о роли митрополита московского и всея Руси Макария, который в XVI веке провел большую работу по канонизации составлению житий русских святых. При нем были прославлены благоверный князь Александр Невский, а также Петр и Февронье Мулымский. Любые темы лучше обсуждать, потому что, когда их не обсуждают, это всегда возникает ненужное толкование, версии, бог знает какие истории, легенды. А те, кто пришли, это люди, которые непосредственно общаются с нашим будущим поколением. Конечно, они должны понимать, какие могут быть тенденции, какие могут быть совершенно невероятные вопросы и вообще невероятные повороты. Потом это мои коллеги, я считаю, что это нужно обязательно, потому что они-то как раз тоже люди, которые находятся на самой передовой. А вот эта линия общения с подрастающим поколением, вообще с людьми совершенно разная. Участники «Круглого стола» смогли услышать доклады не только ученых, но и управляющего Нижегородской епархией митрополита Георгия. Организаторы встречи надеются, что такие дискуссии станут традиционными и позволят обсуждать многие темы, связанные с вопросами светского образования и церковной жизни. Наша Смоленская церковь! А кто построил Смоленскую церковь? Я не знаю! Детский театр «Ковчег» при храмовом комплексе в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери показал спектакль «И построю я домовую церковь». Это история о том, как нижегородский промышленник Григорий Строганов в 17 веке возвел Смоленский храм. Сценарий спектакля написан по рассказу «Спаси и сохрани» прихожанки Смоленской церкви Нины Мезина. Я даже и не все знаю о Строгановых. Я с детства росла и родилась и росла среди верующих людей. Вокруг меня были иконы. И фамилию Строгановых я почему-то слышала с детства. И потом, когда я уже повзрослела, я стала сама ходить в церковь, и прямо вот как-то увидела я его, вот он как ходит, сам Строганов. Это же начало 17 века при Петре Первом. И вот я как-то представила, как такие недоброходы сплетничали Петру Первому. А он говорит, поссорить меня с Гришкой хотите, не выйдет. Поссорьских приемов в мире. Нина Мезинова написала немало стихов и прозы. То, что ее рассказ вдохновил детский театр на сценарии, автору очень приятно. А дети актера вызывают только восхищение и благодарность. Лучше артистов, чем дети, не бывает. Они ничего не испортят, они только все подают через сердце. И я получаю больше удовольствия, когда на них смотрю. Пусть они там как-то еще что-то вставят от себя. Это только к лучшему идет. Я буду играть Петра Первого в истории со Строгановым. Он ведь был серьезный, он все-таки император. Как минимум надо было серьезно сделать, научиться разговаривать, как он разговаривал с подданными. Было сложно, конечно, но справился. Мы уже не раз этот спектакль играем. Ребята и в самом деле очень стараются. Изучают историю. Теперь вот лучше других знают, кто такой Григорий Строганов и каким преданным прихожанином он был. Он добродушный, не ругается и любознательный в детстве. И у него была любимая икона, Смоленская икона Божьей Матери. Вот он построил церковь. Она намного старше, чем Владимирская. На спектакле мы будем показывать, как он ее построил. Театр Ковчег, воскресная школа Адигитрия, существует так давно, что первые выпускники уже приводят сюда своих детей. Сейчас уже первые наши актеры, уже мамы, приходят сюда с своими детьми. Надеемся, что они тоже будут играть в нашем театре. Мы гордимся своим театром Ковчег. Везде выступаем. Дети у нас на наших глазах, конечно, тоже растут. Начиная с трех-четырех лет работать, как вы видели, и до свадьбы. Храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери известен как один из немногих дошедших до нас образцов строгановского барокко. Затейливые, пышные, будто руками вылепленные белокаменные украшения стали чертами стиля, названного именем заказчика. Эта церковь давно ждала тщательной реставрации, которая идет сейчас. К сожалению, у нас, вот я уже сказала, что даже прихожане не очень хорошо знают, кто построен. И мне немножко бывает всегда обидно, когда строгановскую церковь называют рождественской, а наша просто смоленская. Наша настоящая строгановская. Но так как она была не в городе, а в Балахне, мы к Балахне относились. Поэтому так и осталась строгановская. Это как бы не в городе. Так что у нас строгановская церковь. Кто же должен крепить московское государство верою и правдой? История храмов, конечно, очень важна и для взрослых, и для детей. Но не менее интересно ее театральное воплощение и участие в подготовке ребят и их семей. Театр Ковчег работает только с хорошей литературой, добрыми идеями и своими любимыми прихожанами. Я литератор, поэтому это мое родное дело, и этим занимаюсь всю жизнь. Дети любят быть на сцене, но когда они приходят в театр, они понимают, что театр – это огромный труд. Они учатся двигаться, они учатся говорить, они учатся следить за движениями, за речью. Начинают много знать о том, что, может быть, они не прочитали, не узнали в общеобразовательной школе. У нас нет никакого отбора, мы радуемся каждому ребенку, все, кто хочет заниматься, мы занимаемся со всеми. А дети рады быть актерами своего особенного православного театра. У них всегда есть дело, которое интересно. Спектакли они показывают в дружественных школах и социальных учреждениях. А сейчас, когда приближается Рождество, уже готовятся к новому праздничному представлению. Рождество